Вот так выглядит балкон. Да, я просто в один момент решила встать и собрать почему-то полквартиры, даже больше, 80%. Чтобы вы понимали, до переезда еще 6 дней. Здесь уже все пусто практически. Вот все полочки. Все пустое. Вот, осталось немножко. Вот хочется, чтобы в последний момент все не собирать. Собрать просто по мелочи уже остатки. И уехать. Так, мы почти собрали, вынесли, точнее, уже все вещи. Осталось прям вообще, ну, капелька, наверное. Ну, как капелька, телевизор, сушилка, рюкзаки. И, в принципе, все. Смотрите, как квартира опустела, правда, захламлена. Мусором. Приезжаем. У меня тут такая вот история. Мы уже приезжаем. Уже время сколько? 10, наверное. Реквизит весь, короче. В общем, просто жесть. Вот, стою, жду. Мне завтра выходить на смену. Ну, вот завтра, человек, на смену выходить. Когда ты из блогеров-курьера успел сделаться. Короче, как-то так. Вот, классе осматривается. Ну что, всем привет. Наконец-то настал день рум-тура, когда уже большинство получено посылочек всяких. И мы уже практически все разложили. Сейчас покажу. Возможно, здесь не все будет. Но, как минимум, вы увидите примерно квартиру. Итак, погнали. Это вот мы заходим. Вот дверь, значит. А-а-а. А я думаю, сова. И у нас здесь всего такой вид. Здесь у нас обувь. Тут моя картина с полочкой. Огромный шкаф. У нас потолки 3 метра. И они реально очень огромные. Так, дальше здесь идет ванная комната. Но тут ничего особенного. Также огромный шкаф. Туалет, корзинка. Вот это вот все. Ну, здесь не так интересно. Но здесь огромное зеркало. Я вот в таком виде в домашнем, потому что я только что готовила, потому что придут ребята на новоселье. Как-то так это выглядит. Ну, большая раковина, большое зеркало. Это круто. А вот это, кстати, шкафчики скрытые. Это очень классно, потому что туда помещается все. Идем дальше. Ну что, как я обещала. Смотрят, паковочка. Распаковочка от зоны. На самом деле, заказывала все. Самое такое мелочи необходимое. Первое, это у нас салфетки на стол. У нас такой себе стол, если честно. Ну, обычный. Потому что такой себе просто обычный. И он очень пусто выглядит, поэтому я заказала вот такие салфетки у него. Я потом, когда их разложу, вам покажу. Дальше. Кастрюля. Блин. Она, походу, без крышки. Блин, ножницы не надо. Спасибо. А, нет, уже не надо. Да ты шо, охуел, блядь. А, обычная здесь, индукция. Индукционная плита. А у меня на той квартире была электрическая. Ну, естественно, ну, как бы, вся посуда не подошла. Практически вся. Одна сковородка только подошла из всего. Поэтому я заказала посуду, но пришла пока что только посуда. Но она вообще абсолютно обычная в цвет. Такая вот такая вот стрижная. Такая вот 3 литра. С крышкой. 3,1 литра попрошу. Короче, вот такая вот кастрюля. Обычная. Подходит для индукции. Самая интересная часть. Это вот огромный зал кухни. Здесь у нас умный дом стоит. Здесь миски для собак. Вот такой вот страшненький, конечно, столик. Но я купила вот эти штуки. Помните, я вам показывала распаковки? Поэтому стало чуть-чуть получше. Здесь у нас диван огроменный. И просто, ну, шикарнейший. Вот это заберут, кстати. Это шикарнейший вид. Мне это кажется, потому что длиннющая лоджия, где можно сидеть отдыхать, особенно летом. Здесь мне привезли столик. Ну, как бы просто обычный столик, чтобы у меня было место краситься. В идеале я хочу другой. Но, блин, явно не в съемную квартиру. Дальше у нас идет вот такой вот уголочек. Вот такой вот симпатичненький. Дизайн-декор, так скажем. Дальше у нас кухня. Здесь я вот уже готовила, значит. Огромнейшие, как я уже говорила, шкафы, просто до которых дотянуться можно только на стремянке. Там я, кстати, уже приготовила кроссанчики. Не знаю, как вам их показать. Короче, вкусные должны быть. Лента. Сложная лица, для чего она нужна? Это вместо герметика проклеивать... Блин, очень сложно объяснить. Там у нас провода торчат, поэтому я хотела заклеить вот этой вот лентой. Как раз-таки провод я вам просто покажу потом. Вот такая штука для губки. Вау! Спасибо, Эри-бэйби! Это клеится вовнутрь раковины. Вот так вот она клеится. Эта пленочка снимается синий. Это клеится вовнутрь раковины. И сюда губка. Чпункс! Далее. Такие силиконовые, чтобы двери не бились об огромный шкаф-купе. Поэтому наклеим на ручки дверей. Ну, или куда-нибудь еще, где что-то там бьется. Вот такая красивая подставочка для салфеток. Вот так она ставится. Или вот так. Или вот так. Наверное, вот так. В общем, красота. Тяжелая такая, капец. Завтра, кстати, у нас снова сели. Приедут друзья, ребяточки. Будем отмечать. Ну, как отмечать? Просто посидим, как обычно. Чей попьем. И, возможно, поиграем в одну азартную игру. Проверка. Раз. Два. Вроде, ну, норм, да? Че думаешь? Че думаешь? Че, да? Блин. Ну, вроде, блин. Не знаю. Вроде нормально. А хотя бы не просто... Да, нормально, нормально. Вот, смотрите. У нас вот здесь шнур. Его нужно вот так вот присобачить. Ну, господи, уберите. О май гад. Сейчас еще уберусь заодно. Нам нужно вот так... Блин. Это нужно вот так вот... Вот эта вот лента вот так вот присобачить. Смотрите, ребят. Это будет вот так выглядеть. Вот она заклеивается. И в уголочек такой типункс. Блин, ну, короче. Все, я покажу, как это сделаю. Ребят, смотрите. Это просто имбовая штука. Она выглядит реально как плинтус. Надо только посильнее прижать. Учитывая, что у нас там провод. Хотя провода быть не должно. Она клеится просто в уголок от защиты для воды. Для защиты от воды, точнее. Ура! Найс! И туда хлеб. Что мы ставим на это? Лайк! Супер! Осталось посуду помыть. Точнее, загрузить посуду помыть. Вот так где-то, да? Да не, повыше. Да, выше у нас выскакивать будет губка. Давай так. Все! Чек. Ну, так будет. Ну, норм. Все. Одобрение имеется? Ну, пеленочка у нас временно. Пока Блайска маленькая. Она ходит на пеленочку и на улицу. Пока еще мы не научили полностью. На улице всего три месяца. Здесь у нас спальня. Вот такая уютная очень. Здесь вот так много, кстати. Здесь я пока что не знаю, куда вот это все расставить. Оставила пока что тут. Там, опять же, у нас большая лоджия. Огромный телевизор. Это мы привезли. И тут, ну, просто, ну, ребят, ну, шикарно. Чек. Не буду громко разговаривать, чтобы не беспокоить никого. Вот это увезут. Это стояло в гардеробной. Ну, просто пушечка. Сегодня первый день, когда мы вот спокойно вышли погулять. Потому что нам собрали наконец-то гардеробную. Я вам ее скоро покажу. Здесь для девочек очень много места, чтобы гулять. И это очень круто. Дальше выходим отсюда. И я покажу вам гардеробную. Ой, блин, собаки пришли. Ааа, на ковролин грязными лапами. Это что такое? Ну-ка выходим. Выходим. Эй, эй, выходим. Ну, ладно. Здесь у нас гардеробная. Извините, бардак. Все, все вещички разложены. Этот гардероб я заказывала отдельно сюда. Потому что вместо него стоял какой-то рейл из Икеи. И, естественно, все мои вещи бы просто тупо не поместились. Пришлось заказывать отдельную гардеробную вот эту всю систему. Ее установили буквально вчера, по-моему. Ну, здесь такой вот уголок бардака, я его назову. Потому что здесь стремянка, лампа. И скрывается тут отпариватель. Это одна из самых больших квартир. Одна из. Потому что еще была большая квартира, где мы жили с Егором. Но там как бы не было так просторно. И это как бы прошлая жизнь. Так что в этой жизни. У меня это самая большая квартира. Ну, это прям вообще. Я вот разговариваю, тут везде эхо. В общем, мне очень нравится. Очень классно, что здесь удобно снимать. Очень много света, потому что все в пол. Огромная лоджия, на которой можно взять зачилить, я не знаю, покрыть кальянчик. Короче, все там можно делать. Там можно заниматься спортом. Правда, я этого не буду там делать. Потому что я стесняюсь прохожих. Ну, будет странно, если я такая. О, за кошечки. Йога. И прохожие такие, типа. Hello. Вот. Еще, правда, немножко боюсь, что могут... Тут есть гимназия детская. И могут быть подписчики. Если вдруг они узнают, они могут, в принципе, без труда залезть на лоджию. Поэтому, да. Лишний раз не выходим. Так, так. Пока мы ждем гостей, собаки уже жрут. Вот здесь вот все было рассыпано. Вот самый лучший пылесос, да? Новый. Новая модель. Называется Кавапу. Очень хорошо подметает. Вот все, что нужно, не нужно. Съедобное, несъедобное. Вообще, б***ь, все подметает. А вот это, вот это вот более избирательное пылесос старого поколения не очень хорошо захватывает. А вот это вот прям отменный аппаратик. К нам уже пришли гости, смотрите. А что, сам, у меня вот здесь вот аккуратно. Друг. Зачем преодолевать дистанции? Дружище, давай не будем. Все, ребята уже пришли, поэтому пойду их встречать. Скоро еще другие ребята подъедут. Интересно, вы-ка не прошли, потому что там пропуск, наверное, был. Ну что? Тихо, не орать, не орать. Привет. Ой, радуется, радуется. Няня прошла. Приветики. Я маму, маману, скину. Здравствуйте. Привет. Я тоже блогер. Мы уже встретили ребят. Мне нравится гибрид. А, правда, еще не все пришли. Вот. Это прикольно, но у тебя оттачка еще больше. Ребят, еще Саша снижается, мы ждем. Мама тоже приедет к нам. Ходим сегодня, короче, жестко отдохнуть. Вот. Собаки вообще в шоке. Они бесятся просто. Просто вчера мы ездили с Блесси. В 2 часа ночи мы ездили ей делать уколы и сдавать анализы, потому что она срала, извиняюсь за выражение, с кровью, со слизью. Это вообще не ок для собак. И плюс она перестала кушать и очень была бялая. Поэтому мы поехали, нифига не выспались. Сегодня все утро готовили, потом еще ездили в эту клинику, чтобы доздать анализы. И, собственно, ей сделали уколчики. И она сейчас просто гиперактивная. Ей хорошо, она ест, прыгает, пьет, короче, делает все, что делают щенки. Поэтому мы хотим сейчас с ребятами отдохнуть, покушать вкусно и просто починить. Приехал Леха. Кто не знает, это оператор. Мы сейчас будем снимать ролики. Ну, Гриша работает, а мы вот с ребятами, сейчас там слава от Аля, мы будем снимать ролики. И Аля у нас теперь в такой, типа, полноценной физической команде, потому что она помогает нам ассистировать все ролики, помогает нам правильно вставать, разбираться со сценариями и присутствует на каждой съемке. Это очень классно вообще. Огромную организационную работу она выполняет. В общем, сейчас будем работать. Состояние у меня, конечно, на соусу, потому что после всех переездов я нормально даже не спала. Надеюсь, послезавтра я смогу выспаться, потому что завтра сдавать старую квартиру надо. Так-так-так-так. Собственно, рум-тур закончился. И, в принципе, мы проводили ребят еще вчера. Сегодня ездили по делам. Я думаю, что пора заканчивать этот вулк, потому что уже о новом и ничего не расскажу. В следующем влоге я, наверное, распакую большую посылочку с Алиэкспресса. Я заказываю, по-моему, второй раз. Для меня был стресс понимать, где что нажимать. Но я нашла там офигеннейшие аксессуары. Поэтому будем тестить. Вот, надеюсь, что вы ждете уже эту распаковку. Потому что там что-то много всего я заказала. Приметов так 20, наверное. Ну, и, в принципе, какой-нибудь интересный вулк для вас сниму. Все. Всем пока. Спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте большие пальчики вверх. И в описании есть все мои соцсети, где можно увидеть меня почаще. Где я показываю немножко другую сторону своей жизни. Все. Всех люблю. Пока-пока.